У прямому эфире. С Киева. Савик Шустер Студия презентует. Вы будете гарантом свободы слова? Буду. Доброго вечера. Прямый эфир. С СВОБОДА. Мы самая свободная программа в Украине на Первом национальном и телеканале ЭРА. Аудитория сегодня. Рождённая в Украине, как обычно, справа от меня. Добрый вечер. И что не есть средний класс Украины? Антиквары. Слева от меня. Вот они и будут оценивать то, что происходит или будет происходить сегодня в студии. Наши гости в студии пока. Александр Ефремов, лидер фракции партии регионов Верховной Раде. Андрей Сенченко, народный депутат, блок Юлии Тимошенко, Батьевщина. Наталья Королевская, народный депутат, лидер партии Натальи Королевской, Украина вперёд. Это на этой неделе произошло. Сергей Бондарчук, глава полкома партии Наша Украина. И Олесь Даней, народный депутат Наша Украина, народная самооборона. Андрей Шевченко, народный депутат, блок Юлии Тимошенко, Батьевщина. Давно вас не видел. Скучу. Юрий Соловей, лидер фракции Удар. Партии Виталия Кличкова в Ивано-Франковском горсовете. Николай Катеринчук вот-вот должен появиться. И также у нас в студии сегодня будет Валерий Хорошковский, первый вице-премьер, министр Украины. С людьми, ближе к людям. Соня Кошкина, журналист, наш коллега. И политологи Андрей Акара, Алексей Гарань и Владимир Кусенко. На прошлой неделе мы начали программу стихийных выступлений людей в Николаеве. Это трагичная история, все ее знают, я даже не буду пересказывать. Освободили двух молодых людей, подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства. Оксаны Макар. И в городе случилось такое вот стихийное восстание, я бы сказал. И сегодня мы опять начнем с стихийного выступления граждан в Черкасах. Не так драматично, но люди находят возможность объединяться и что-то сказать власти. Во вторник был первый митинг протеста. Вот как это выглядело. В Черкасах понад півсотни хворих на нерковую недостатність вийшли на акцию протесту. Під стінами обладміністрації вони вимагали від влади оплачувати їхнє лікування в німецькому центрі гемодіалізу. Упродовж останніх півтора року його фінансувала німецька сторона, але нещодавно у приватному центрі повідомили про закриття, а пацієнтам запропонували перейти до обласної лікарні. Невдоволені таким рішенням люди майже на годину перекрили центральну вулицю міста, а згодом заблокували виїзну дорогу з Черкас. Райони, села, люди навіть не знаю, що таке лікування і можна жити без почок. А ми живем без почок. Мене з району не пускали місяць, направлення не давали в область. Я не знала, що таке є. Так вимирає ця Україна. Да, людям угрожає реальна настоящая смерть. І сьогодні опять більше 50-ти чоловік вийшли на акцію протеста под стены черкасской администрації, обласної господарської администрації, требує не закрывати центр гемодиализа немецкий. Митинг длился нескільки часів, і за це время ніхто із представітелів містної власті не вийшло к людям. Ми направили туди нашого корреспондента. Екатерина не кричає там. Катя, я знаю, що ви на Соборній площі, я знаю, що вокруг вас, зрозумі, люди, які хочуть, щоб цей центр працював. Є те, які не хочуть, щоб він працював. Но, тем не менее, я сразу задам вам вопрос, почему эти акції протеста начались на этой неделе. Так, вітаю вас. Поруч зі мною люди – це лікарі Черкаської обласної лікарні, це хворі на неркову недостатність, це представники центру Фразеніус німецького. У 2008 році Черкаська обласна державна адміністрація разом із німецькою фірмою Фразеніус підписала протокол про співпрацю на 10 років. Обласна державна адміністрація просила, винаймала як послугу, так лікування людей, процедури, які їм потрібні по три рази на тиждень, по чотири години. І обласна лікарня тоді не мала змогу вмістити всіх хворих Черкась та Черкаської області у себе. Тому, власне, був підписан цей протокол. Але півтора років вже обласна державна адміністрація Черкась не виплачує ні копійки за лікування цих хворих. І ці 70 людей, вони лікуються за кошти німецької фірми Фразеніус. Поруч зі мною також Володимир Брожик, начальник головного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Черкась. Пане Володимиру, скажіть, на цьому тижні, у вівторок та сьогодні люди так хворі на неркову недостатність, вони виходили до обласної державної адміністрації, але до них ніхто не вийшов. Чому? Ніхто з ними не поспілкувався, не пояснив, через що закривають центр Фразеніус, чому ці люди вже не можуть лікуватися по-європейськи? Добрий вечір, шановний Савік, добрий вечір студії, добрий вечір присутні. Історія цього питання, вона полягає в недолугості роботи і напрямків роботи попередньої влади. Хочу зазначити, що питання полягало в тому, що необхідно було зробити на Черкаській області монополію приватної клініки та знищити державну структуру на теренах області, які надавали гемодіаліз хворим пацієнтам. Хочу зазначити, що на неодноразові наполягання влади обласної державної адміністрації знайти спільну умову із компанією приватною Фризеніус не привели до позитивного наслідку. Враховуючи те, що ціна питання в компанії Фризеніус практично в два рази перевищує державні ціни по наданню послуг у державній структурі комунального закладу обласна лікарня, ми не змогли знайти порозуміння до цього часу. І враховуючи ці питання, враховуючи перебіг таких обставин, ми чітко зрозуміли, що нам треба розвивати свою державну структуру. Чому ніхто не вийшов до людей, які два дні на цьому тижні мітингували? Я хочу сказати, що завдяки ми з людьми провели з цими вже декілька переговорних процесів. Це відбувалося вчора, відбувалося позавчора. Відбувалася зустріч керівництва голови обласної ради Валерія Петровича Черняка у присутності із колективом. Це є підтвердження задокументованих фактів. Враховуючи ці всі обставини, хочу зазначити, що завдяки Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я ми створили на базі колективного закладу Черкаського обласного лікарня дві філії структурних підрозділів гемодіалю – це в Умані та у Звенегорозці з сучасним медичним обладнанням та з відповідним медичним устаткуванням новітнім 2011-2010 року. Тобто в послугах цього центру приватного ви вже цих послугах послугуєте? Катя, я думаю, що позиція офіціальна, зрозуміла. Виновато про прозвища власть, ціна частної клініки дуже високая, хоча ця ціна була відповідна і раніше. Але не важливо, люди чомусь протестують і цього не розуміють. Давайте услышимо інших. Так, пан Володимир – представник компанії «Фрезеніус». Скажіть, на яких умовах був підписаний цей протокол про співпрацю? І чи дійсно у ваші ціни за ваші послуги завишені? Прежде всего, я хочу сказати, що протокол, підписаний у 2008 році, повністю відповідав інтересам обох сторон. Тоді це признають і нинішні наші контрагенти, що була дуже складна ситуація з діалізними містами, була потреба в допомогу діалізних містах. І в результаті договоренності було прийнято, заключений протокол намереннях. Компанія пошла на многомільйонні інвестиції, був відкритий центр, унікальне лічебне учреждення для України, нічого подобного нет, кроме як в місті Чернігіві, де годом позже построен точно такий же центр. В течіні 2010 року ми працювали і, в общем, оплата нам була произведена за цей год, вже не важливо, в яких об'ємах, але в дальнішем все прекратилось. Начинаючи з мая 2010 року, ні один пацієнт не був більш направлен в наш центр, а с начала 2011 року ми, як ви правильно сказали, не фінансуємося. Ми отримали дважды уведомление в начале 2011 року, в начале нынешнього року, уведомление о том, що фінансирується наш центр не буде. Причини пояснили, чому з вами не хочуть співпрацювати? Вони були роз'яснені довольно интересно, легко і граціозно в письме к послу Германії, господину Гамдзіоту. Ми в 2009 року нуждались в дополнительних діалізних місцях, а сейчас нет. Значить, нам більше центр фрізництв не потрібен. Хочу сказати, що протокол був підписаний на 10 років, і це, естественно, довгосрочна інвестиційна програма. Ми виконали і перевиповнили все свої об'язку. Ми зробили центр, який доказав на деле высочайшого качіства лечення, але компанія не може безконечно довго лечити пациентів за свій счет. Попытки, о которых було сказано выше, с нами договориться о цене, ми їх не заметили. Наоборот, практично переговори с нами не вели. А якщо вели, то приходили на переговори і говорили, що ми все одно нічого не підпишем. Цена в два раза дороже, ну, це, извините. Для того, щоб так заявляти, необхідно сначала пред'явити ціни, які є сьогодні в обласной больниці, і оговорити кожний абсолютно компонент цього лечення, і після цього зравніть, скільки стоїть на самом деле це лечення у нас і в больниці. Я хочу только сказати, що сьогодні... А ви нам скажіть, яка реальна цена? Реальна цена? Реальна цена. Реальна цена определяється методикою подсчета стоимости процедур, яка була утверджена в марте прошлого року міністерством юстиції, і кліническими протоколами і стандартами лечення, яка була принята совмецним приказом Академії медицинських наук і Міністерством здравоохранення України в мае прошлого року. Це два інструмента, с помощью которых можна посчитати стоимость каждой конкретной больниці. По результатам проведенных подсчетів, в різних лечебних учреждениях, вона колебліться от примерно 1100 до 1300 гривень за процедуру. 1100-1200 гривень, одна процедура гемодиализа, стоит в вашей клинике или в областной больнице? Нет, 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 это я привел разброс цен в государственных больницах, в отделениях гемодиализа государственных больниц, в различных городах, где был проведен подсчет стоимости этого лечения согласно указанных, но и выше документах, методики расчета и клинический протокол. Хорошо, а в вашей клинике сколько должен один пациент или за пациента сколько надо платить? На сегодняшний день мы, согласно нашим расчетам, могли бы оказывать эту услугу за примерно 1040 гривень за одну процедуру. 1040 гривень, да, так это даже меньше, чем 1100. Тогда я не понимаю, почему нам официальный представитель говорит, что в два раза дороже. Вот этого я не понимаю. Тогда давайте, пожалуйста, Катя, дадим слово пациентам. Так, пациентам, которые два дни только на сегодняшний день выходят на митинг, и у них здоровье им не позволяет, в принципе, этого делать. Для них это очень важно. Паня Ольга может рассказать, сколько лет в ней, она уже хворяет на нерковую недостатность, и чего они стоят. И вообще, они сравнили лечение в государственной лекарне и в тей лекарне, которую тут німцы строили за этими методиками. Скажите, какая разница, и как вы стали себя чувствовать после лекования у Фразеню? Ну, разница совершенно несопоставима. Я чувствую себя, и мы все, совершенно по-другому. Так объяснить людям, которые не были на этой процедуре, невозможно сказать. Можно рассказать, как купаться в ванной или там где-то получать отдых. А эту процедуру объяснить нельзя, дай бог, чтобы никто ее на себе не испытал. Но это несопоставимо. Это качество. Во-первых, процедура гемодиализа предполагает не только очистку крови. Это как бы половина всего прочего. Специалисты, которые здесь стоят, врачи, они понимают, что, утратив почки, по сути, они не работают у нас. Это, значит, мы утратили функцию такую эритропоэс. То есть у нас не воспроизводятся эритроциты. И вот для того, чтобы поддерживать больных, не вливать кровь, которая, ну, вы знаете, сейчас очень стремно, разные гепатиты и прочие вещи. Везде во всем мире используют эритропоэтины, там, ну, разного названия. Вот у нас пролонгированного действия раз в месяц, раз в полтора месяца, в зависимости от того, какой анализ у больного. И это стоит, я один раз только покупала за свои деньги, когда была в областной укол через сеть аптек, один укол, один, стоит 1400 гривен. У нас, я цену не знаю, но это несопоставимо ниже, потому что наши поставки, нам лекарства поставляют по прямым поставкам из Германии. Скажите, сколько лет вы лекировали в Черкасской областной лекарне и в Фразенюсе? В областной я лечилась немного более года, и вот остальное время, это два, ну, будет три года уже осенью, как я здесь лечусь. После этой процедуры там голова болит, иногда даже пациент идти не может, так, самостоятельно? Нет, ну, сейчас совершенно по-другому, мы добираемся сами. То есть после лекирования в Фразенюсе, в этом центре, в современном? Да, 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 он и потому, видимо, задуман, как амбулаторное лечение, потому что мы все добираемся к городским транспорту, ну, когда поздно очень, может быть, там заезжают. Катя, мнение врачей. Так, лекари Черкасской областной лекарни. Тут их дуже багато. Скажите, чи дійсно це правда, що пацієнти після лікування у вас почуваються після цієї процедури, знаєте, вони кажуть про те, що трішки гірше, і навіть кажуть про те, що деякі там ліки чи бинти їм доводиться купляти за влашні кошти. Тоді, як у Фразеніусі, всі ліки повністю, там, і бинти, і все це безкоштовно. Шановна студія, доброго вечера. Доброго вечера, шановні гості. Я хочу сказати наступне, що на сьогоднішній день в областній лікарні є повне забезпечення. Тобто, на сьогоднішній день в ФОРі не купують розхідні матеріали, які, крім діалізаторів, магістралей і інших медикаментозних препаратов, які необхідні для проведення цієї процедури. Це є повне забезпечення на рівні обласної лікарні. На сьогоднішній день це так. А скільки місць вже з'явилося у лікарні для лікування? На сьогодні ми маємо 25 місць. 15 місць на базі обласної лікарні, і по 5 місць є у Звенигородці, і 5 місць в місті Умань. І тому ФОРі, які регіонально живуть в районі Уманського куща, тому що це відстань доволі таки далека, а тут зараз відстань приблизно форм добирати 60-70 кілометрів. Ну, ті, які живуть в тих регіонах. Я маю в виду, якщо це Уманський кущ, там монастирище, Христинське і інші райони. Тому це, вісно, для них скорочення. Я б хотів, Катя, я думаю, що це дуже-очень... Так, щоб люди поговорили, щоб люди сказали в глаза. Я розумію, що ні власні врачи вони в глаза не бачили. От зараз у них є можливість сказати їм в глаза те, що вони думають. Пацієнті, Фразеніся, підійдіть, будь ласка, сюди. Ви не згодні? Ви реагували? Не згодні. Не згодні. Тоні фролог'я виступає. Як вас звати? Валентина Михайленко. Наталія Олександрівна, а ви пам'ятаєте, як ви навіть самі рекомендували, щоб я написала розписку, щоб мама моя лікувалася у Фразеніусі? Було таке? Це було приблизно два роки назад. Ви це пам'ятаєте? Коли була організована приватна структура, і коли відкривався центр Фразеніус, і в той час оговорить, заключався договір, що форії, які показано лікування іменно в амбулаторних усмовах, яким не потрібно знаходитися в стаціонарному відділенні, вони були переведені на амбулаторне лікування у центр Фразеніус. І там надавалось лікування. Значить, на той час і заключення мало бути консіліумом, протоколом відповідним оформлено для того, щоб форії з обласної лікарні переводилися в обласну лікарню. Так, безумовно, що... Це нам не надо. Я говорю, неужели ви не видите, що люди два дня на цій неділя перекривають движення в Черкасах? Вони люди больні, угроза життя, вони можуть умереть. Зачем вони це роблять? Тому що вони, звичайно, нічого не розуміють. Як завжди. У нас люди завжди нічого не розуміють. Александр Ефремов, ви, як чоловік... Подождіть, подождіть, Катя, я щось хочу послухати київську студію. Александр Ефремов. Я услышав об цій проблемі, Савик, де-то в середу, по-моєму, я ехав в автомобілі вечером уже, і по радиоканалу передавали о том, що в Черкасах така проблема возникла з леченням людей по гемодіалізу. В цей період прем'єр був в командіровці, він в Польщі був на следующий день. Я через день зв'язався з прем'єр-миністром, поставив його в зв'язку, що така проблема в Черкасах. І буквально через нього часу мені отзвонився губернатор області, Тулуп Сергій Борисович, він мене проінформував ось такі. Що вони создали три клініки, як він сказав, це в Умане, Звенигороді і непосередньо в Черкасах, які в состоянии, це господарські клініки, які в состоянии обеспечити в полному об'ємі, і я подчеркуваю, я ще задавав вопрос по качеству, качественно ли і в полному качестві лечення людей, які лечатся в цій частній клініки. Хоча, мені чесно кажучи, що в студії не зовсім понятно, якщо кажуть, що ціновая політика одинакова, то зачем це було робити? Для мене не є аргументом, що при предыдущій власть що-то создали, а вот ныне действуюча власть це не розпринимає, як я б не розпринимав і наоборот. Власти будуть м'яць, люди всегда будуть оставатися. Тому я послушав сейчас людей, і я вам обещаю, що я буквально в ближайшее время направлю туда от депутатського корпуса наших специалистів, які займаються медицином, і вони нам зроблять заключення по поводу того, що там действительно відбувається. А що касається невстрічі з людьми, то мені вообще це непонятно. У нас на кожних совіщаннях президент, губернатор буквально убиває за те, що вони чорство реагують на обращеннях людей. То, що відбувається, не об'яснюється тем, що, мол, заказ каких-то предпринимателей і так далі. Тобто тут треба розбиратися і вообще-то прийняти решення таке, яке б устраивало прежде всего людей. Тем більше, що количество людей не велике, а проблема страшная, з якими сталкиваються ці люди. І господарство в даному в цій області в состоянии решити цю проблему. Якщо відсторонитися... Якщо спробувати відсторонитися від конкретної проблеми, вірніше, подивитися на найширше, бо тут просто знущаються над людьми, над хворими людьми, і знущається влада. Ми ж не можемо вийти, що сидять якісь садисти в адміністрації, що у них просто бажання познущатися над хворими. На жаль, йдемо про тенденцію, яка йде в Україні, про монополізацію бізнеса і витіснення з будь-якого бізнесу в Україні всіх, хто не підкоряється Донецькому капіталу і сім'ї Віктора Януковича. У мене кілька прикладів, коли знайомі бізнесмени скаржилися. Один, наприклад, бізнесмен київський, він віддав за 0 гривень, 0 копійок Донецькому депутату, депутату від партії регіонів Донецького, сина одному відомого прокурора, віддав весь бізнес. Я кажу, як же так? Відповідь, ну, було би набагато гірше. Інший приклад, Дніпро-Зоржинська приїжджав до мене на депутатську годину людину, якою забрали вже навіть дрібний, дрібний бізнес, якісь ларяки. Він не відмовився. Але це же не бізнес, в принципі. Ні, йдемо про бізнес. Він відмовився, його посадили на 10 діб. Відповідно, все, що зараз не належить владі, вони готові або закривати, або витісняти, не рахуючись навіть з хворими, не рахуючись з бізнесменами, з людьми, які працюють. Але в даному випадку це просто дуже яскравий приклад. А насправді це відбувається по всій Україні. Не лише в Черкасах витісняється будь-що, що не підкоряється цій владі. А страждають звичайні хворі, страждають люди України. Наталья Паралєвича. Це яркий пример государственно-частного партнерства. Коли прийшов інвестор, вложив гроші, договорився з державом, що він буде оказывати качественну услугу. Скажіть, хтось в цій студії вірить, що держава медіціна способна вирішувати таке качество услугу, як немецка медіціна сьогодні? Ні один людина в це не вірить. Тому за всім цим стоїть банальна корупція. Корупція, яка заключається в тому, що з обласного бюджету ідуть деньги не на фінансування качественного лечення, а не просто отмываються через так звану государственну медицину, де людям не оказываються услуги, і де людям сегодня не оказывають лечення. Тому я считаю, там на площади должен был стоять губернатор. Якщо там губернатора нет, то, як минимум, он должен либо получить серьезний виговор, либо уйти в відставку, тому що це яркий пример, як строиться сьогодні бізнес в той області, де він знаходиться. І якщо відношення сьогодні к людям, там, де є можливість, щоб люди жили, а їх відправляють на верну смерть. І останнє, безусловно, це то, що силові структуры сьогодні, прокуратура, МВД, СБУ, додожні проверити областну бюджет, тому що це яркий званок, тотальна корупція в цій області. Спасибо. Андрій Центин. Законом жанра, по идеї, должен был появиться судебний исполнитель, як зараз це принято, і зачитати рішення административного суда о запрещенні цієї акції, що робиться по всій країні. Але хочу сказати, що багато років йдет болтовня по поводу внедрення страхової медицини. Як тільки в залі к цьому підходять, то є цілий бригаді, які мічуться по залу, тому що діло пахнє деньгами. А річ-то йдет о банальних рішах. Вот що таке зачатки страхової медицини, коли є конкуренція. Єсь государственне учреждення, яке не може зробити за ті ж дінки качественно. І є частна структура. Чому вмешивається власть, чому давління, чому, по сути дела, вжимають цю структуру із сферой оказання качественних услуг гражданам. Це і є та самая корупція і жесточайшая борьба за дінки в медицині. Ну, а може бути реально в бюджеті нет дінок? Вам назвали ціни 1200-1300 государственних і 1040 предлагає немецка кліника. Сергій Бондарчук. Саме інтересне по поводу дінок. Черкаса – це якраз то місце, де строється вертолітна площадка за 80 млн грн. Якраз для того, щоб летати на вертоліте. Це касающеся дінок. Я согласен з тим, що сказали наші собеседники. Хотел би добавити. В нашій країні дефіцит справедливості. А можна даже сказати її відсутствие справедливості. Це буде відбуватись до тих пор, поки буде существувати, я имею віду в медицині, поки буде существувати таке заведення, як Феофанія. Тому що, коли цього заведення не буде, тоді люди, які там обслужуються, будуть розуміти, що відбуватись з простими людьми. Тоді ця біда і ця проблема для них буде їх проблемою. І вони будуть її і розуміти системно. Спасибо. Катя, я хочу задати тільки один вопрос, щоб ми розуміли, тому що далі ми будемо говорити Україна, 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 Європа. Ось скільки немецка фірма вложила грошей і що вона збирається робити з цим сверхсовременним оборудовуванням? Інвестиції составили при созданні центра більше 3 млн. евро. Ну, а потери наші за тільки прошлий год составили примерно 1,5 млн. евро. Але ми на сьогоднішній день, слава Богу, договорились о том, що создана робоча група, і ще договорились з нашими контрагентами. І на следующій неделе встретимся і постараємся обсудити все юридичні, економічні вопросы, щоб все-таки найти можливість продовжувати роботу. Тому що ми продлили, по нашій просьбі, руководство компанії согласилось продлить ще на 2 недели, за насчет лечення всіх пацієнтів, які знаходяться у нас в центре. Але бесконечно долго це продовжуватися не може. Це, скажіте, це лечення. А що касається, якщо, я, звісно, цього не желаю, але якщо вдруг вам придеться покидати країну, що ви будете робити з цим сверхсовременним оборудованням? Ну, скоріше всього, конечно, ми його передадим государственним кліникам. Тобто ви... Безплатно, разумеється. Це дуже добре, що ви сказали. Зараз будьте спокійни, це оборудовання буде в государственних кліниках. Дякую. Дякую, що ми звикли, що вони одним рішенням можуть вершити долю міста, області, країни, ні з ким абсолютно не порадившись. Я думаю, що це абсолютно ілюстрація, як це відбувається, як у нас інколи закриваються школи, садочки, лікарні. Коли людина думає, що він сидить в цьому кабінеті, йому дозволено троширком пера вершити долю всіх. І я ще думаю, що треба подякувати людям, за приклад того, як можна стояти за свої права. Нас зараз дивиться вся Україна. Я думаю, що такі історії повинні надихати всю Україну, як треба вигризати у цієї влади те, що по справжному потрібно. Тому я дуже бажаю цим людям, щоб вони добилися нормального ставлення до них. Я думаю, що вся країна в ці дні буде за них тримати кулики. АПЛОДИСМЕНТЫ І як ви знаєте, я... Спасибо большое Черкасе, спасибо Кате, спасибо всем, ми поняли проблему. Я думаю, що студія теж поняла, і ви поняли студію. Я тільки скажу таку вещь, що вот інститут імени Громошевського, у Лавры Печерської, який теж епідеміологічний, де лечиться заражені ВИЧем, і не тільки, і гепатитом. Було принято внезапно решение взяти і всіх оттуда выгнати, розформувати. Ми цей вопрос подняли в програмі «Адреналин». Долго цим займалися, посылали туда съємочні групи. І в итоге сегодня Раиса Богатырєва приостановила це. Я надію, що це просто не таке, це не галочка. Я надію, що реально в городі буде построен современний епідеміологічний центр. По цьому вопросу, тут не одно і то же. Я теж, коли разговаривав з прем'єр-миністром, затронували тему в Лавре, цей больниці. Там действительно є ряд людей, які лечатся від СПІД, і інші заболівання. І коли рішався вопрос о тому, що у нас в державі «Евро-2012», то задали вопрос, туди буде більшого количества йти туристів. Задали вопрос, що робити з цим наслідом, які там є. Наскільки мені інформував прем'єр-миністр, то в Александровській больниці міста Києва були создані всі услові для того, щоб повністю перемістити больних в більші в більші услові, ніж є в Лавре. І лічі. Ну, раз ви вже сказали, тоді я должен вам показати віддіжку з программи. Адреналію. Я просто не знаю, мені істинно інтересує. Якщо це так, якщо не, то я прем'єр-миністру скажу, що його неправильно інформують. Якщо перейдемо, що його неправильно інформують. В цьому зданні знаходиться 110 койок. Якщо ми переїдемо, согласно рекомендаціям Академії наук по улиці Галецькій 4, койчний фонд сократиться більш ніж в 2,5 рази. Т.е. частиць відділений, які сіщують зараз на цих площадях, перестануть существувати. Нас кинуть. Нас просто кинуть. Т.е. нам не дадуть никакого нормального, дадуть какую-то розвалюху. І я більше чим уверен, що при переїзді тільки будуть потери. Ми потеряємо уникальну клініку. Ми потеряємо тех специалістів, які просто уйдуть. Переезд клинической бази інститута по адресу Галецькій 4 фактически є шагом к ліквідації клинического отдела інститута. Т.е. при такому варіанте це невозможне. Це невозможне. Якщо є готові поміщення, є готові спеціалісти і база соответствуюча, тоді людям можна предложити переходити. А якщо цього немає, і розговору немає. Наталья Королєвська. Пример, міністр вам соврал? Нет, я не думаю, що так. Я думаю, це цепочка інформування, о которой говорить Андрей. Що кожен захищає свої інтереси, і по мере інформування інформація іскажається. І це повод лишній раз повернутися і к одному і второму вопросу, і зробити соответствуючі виводи, в тому числі і кадрові. Це повод отправити правительство в відставку, наконец-то, і прекратити це тотальне враньо постоянно. Наталья Королєвська. Після каждой фрази большинства, ви будете говорити, що відправити правительство в відставку. Тобто один раз відправити в відставку, тому що ми бачимо безпредел в країні. Це теж не рішення. Це теж не рішення. Тотальний безпредел. Тем не мені, міністр здравоохоронення Раиса Багатарєва приостановила це рішення. Я зараз не знаю, тому що вже частиць пациентів выселили. Будуть їх возвращать. Часть врачей вже теж покинули клинику. Смогут ли вони вернуться? Це вопрос. Але то, що процес приостановлено, це вже добре, мені кажется. Вокруг цього здання йдет війна вже на протяжі многих років. Ми прекрасно розуміємо, що це за місце возі Печерської лаври. І це буде продовжувати ще годи і годи. За два роки нинішній власні, не будемо говорити о помаранчевих временах, але за два роки вже можна було построити абсолютно новий, абсолютно современний центр і сняти любі питання, які були. І не показувати ці клоповники, куди потрібно переселити людей. Це ще раз питання той же справедливості. Спасибо. Я приглашаю в студию первого вице-прем'єра правительства України Валерия Хорошковського. Увага отримує в іншому відчині. Я vedна friska plotting єزідним а до 2 днями. Він у rawitet include приз nope з Михайлиси на засід swap开始 Нежгоспарства євразійського економінієвого puta. За второй день он встречался с действующим президентом и будущим президентом Российской Федерации. Вот мы видим фотографию, где мы вместе с президентом. После этих встреч президент Виктор Янукович сказал следующее. После того, как увидим результаты, а мы же все время общаемся, у нас хорошие двухсторонние отношения со всеми участниками Евразийского Союза, мы через какое-то время увидим результат, хотя бы первоначальный, по которому можно будет дать оценку, что это дает государством, как это влияет на суверенитет, потому что один из вопросов, который есть, и он звучит со всех сторон, что создание наднациональных органов, естественно, будет у нас лишать какую-то часть суверенитета Украины. И это запрещено Конституцией. Чтобы этот вопрос практически решать, различные есть способы. Это изменение Конституции в парламенте, возможно, проведение референдума всеукраинского и так далее. Но это уже способ. Но чтобы пойти по этому пути, нужно быть убежденным и видеть все-таки результат. Чтобы пойти по этому пути, нужно быть убежденным и видеть результат. Вы же в интервью Комсомольской правде, Украинской Комсомольской правде, да, сказали следующее на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok Это решение, которое принимает президент Украины, сгідно повноважений главы государства. Моя думаю, сидеть на шпагаті досить незручно, тому нам необходимо как-найшвидше адаптировать наши законодательства и возможности под цели, которые мы ставим. После того, как мы будем жестко и целеспрямованно дотриматься одними позиции, у нас много вопросов. Валерий Хорошковский, первый віце-премьер-міністр Украины, 23 березня 2012 года. С интервью Комсомольской правде в Украине. Вот вы сказали просто прямо, сидеть на шпагаті достаточно неудобно. Мы... Ты попробовал? Нет, я пробовал, лучше не надо. Значит, а и мы задали нашей аудитории, рождённым в Украине, и антикварам, средний класс, мы задали вопрос вот такой. Верите ли вы, что украинская власть реально стремится вступить в Европейский Союз? И вот какой ответ мы получили. Рождённые в Украине всего лишь 4% верят, а антиквары, люди постарше, с большим опытом, жизненным, и не только, и рабочим, конечно, 12%. Значит, в принципе, общество не очень верит, что власть хочет в Евросоюз, хотя это закоплено законом. Вот как их переубедить? Я не думаю, что есть смысл переубеждать, думаю, что просто нужно смотреть за развитием событий. На самом деле, вы знаете, что в основах внешней и внутренней политики, законе, принято абсолютно чётко решение о том, что наша страна идёт по направлению, по стратегии Европейского Союза. Более того, на протяжении, пожалуй, 1998 года, когда мы начали, в общем-то, достаточно активные движения в этом направлении, то мы сделали огромное количество действий, прежде всего технического, незаметного характера, например, вопросы, связанные с сертификацией, стандартизацией, которые адаптируют наши технические условия под задачи и под условия Европейского Союза. И на самом деле, если посмотреть на сегодняшний день соответствие украинского законодательства в глобальном смысле, не только позиции legislation, то есть самого законодательства, но также всех технических норм, которые мы приняли за это время, то мы, конечно, намного ближе к законодательству Европейского Союза, чем, например, к законодательству Таможенного Союза. Это объективная данность. Соответственно, могу сказать, что у нас есть проблемы, мы все о них знаем, в том числе и связанные с европейским выбором. Тем не менее, я имею в виду социальные проблемы, потому что часть общества согласна, часть нет. Но все социологические исследования показывают, что общество, в принципе, в большинстве своем видит этот путь как стратегически правильный. Соответственно, здесь у нас удивительное совпадение в кавычках, да, но тем не менее, мы идем, и общество, и власть идем в одном направлении. Соответственно, дальше все зависит от наших действий, которые в конечном итоге могут привести к реальному подписанию основополагающих документов, например, к подписанию ассоциации. И это уже будет, ну, как говорится, та основа, та база, которая не позволит, наверное, думать о том, что действия власти являются противоречивыми. Андрей Сенченко. Общество и власть, на мой взгляд, последние два года идут в совершенно противоположных направлениях, потому что можно согласовывать стандарты, но при этом, по сути дела, мегакоррупция в стране, которая неприемлема в Евросоюзе, произвол силовых структур, который неприемлем в Евросоюзе, разрушенная система правосудия, которая неприемлема для Евросоюза. Это все достижения последних двух лет. С такими достижениями говорить о евроинтеграции просто несерьезно. Если можно, я отвечу, да. С определенной частью ваших высказаний, безусловно, можно согласиться. С чем точно нельзя согласиться, что это достижения последних двух лет. Потому что я, слава Богу, живу активно в политике уже долго, и могу сказать, что это достижения достаточно большого количества лет, в том числе и достижения предыдущей власти, о которой вы пытаетесь сейчас отделить одно от другого. Я вспоминаю судебную систему, я вспоминаю правоохранительную систему. К сожалению, это действительно тенденция, она нехорошая. Мы обязаны ее остановить, мы обязаны сделать все для того, чтобы власть и, прежде всего, силовые структуры были менее агрессивны к своему народу, к своему бизнесу. Это однозначно правильная позиция. Но я считаю, что это общая задача, в том числе и оппозиции. Николай Катеринчук. Я с вами погоджуюсь в одном, что уже на решті треба визначитися. Не можно идти и туди, и туди. И я думаю, что очень показан был съезд партии регионов, на котором президент запропонировал начать разговоры относительно изменения к Конституции. И эти изменения были связаны с тем, что мы можем, скажем, получить поддержку Евразийского союза, что предлагает Россия. И вот сегодня в своем интервью он подтвердил, что российская сторона не переконала меня, что это нужно делать, и нужно быть уверены, что это нужно делать. И поэтому мы слышали это в парламенте, что после того, как Держдума проголосовала, все же таки, скажем, артифікувала угоду в СНД про, скажем, зону вільної торговли, то партия регионов сразу запропонировала майже в тот же день проголосовать все же таки постанову на поддержку евроинтегаційных решений. Я хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, уже есть визначение, что мы идем все же таки до европейской интеграции? Или все еще есть сумніви, что нам что-то нужно запропонировать с российской стороны, и мы что-то ждем, что ждем, потому что мне кажется, что эта невизначенность, она, ну, фактически, делает граждан с заручниками ситуации, потому что эти награды, которые вы говорите, они не могут существовать в порядке с европейскими ценностями. И питание европейской интеграции, первое вопрос, это будет Тимошенко, второе вопрос, это будет ратификация, ну, парфюмание, потом ратификация этого угода в зону вільной торговли, а третье вопрос, это борьба разом с вами, владой, опозиции, народу, Украины за циевропейские ценности, европейские стандарты, борьба с коррупцией, свавилия судей, все иное. Это все можно поделать, если мать партнера народу Украины. Если уже есть такие визначения, то я впевнен, что народ Украины поддерживает этот рух. Визначения это, безумовно, есть, и я впевнен, что мы сам по этому шляху рукаемся. И единственное, что я бы хотел бы зазначити, очень часто нормализацию отношений с Россией противставляют нашему стремлению до Европейского Союза. На мой взгляд, это неправильная речь. Чему? Потому что мы не можем вибудовывать сусидские отношения на каких-то проблемах и протистоянках. С усима сусидами Украина має мати хорошие стосунки. Тим больше с Россией, где у нас все, начиная от экономических, закінчивая родинными связками. Поэтому, конечно, это абсолютно нормальная речь, когда мы, в том числе, принимаем певную участь в интеграционных процессах, и мается на увазе страны СНД, но только в той части, которая не противоречит нашей геоприотической интеграции. Поэтому, что касается зони вильной торговли, она на сегодняшний день в том виде, в котором мы ее бачим, она не противоречит. До речи, чему на сегодняшний день еще нет ратификации? Есть внутренние ведомства процедуры, там, где каждое министерство и ведомство расследует именно эту собственную позицию. После ее выяснения будет дана возможность и возможность парламенту ратифицировать эту зону вильной торговли, таким образом, выяснившись, что это не противоречит нашим европейским стремлением. Да, но вы говорите, как сейчас... Подождите, сейчас. Одну реплику. Николай Катеринчик, да, ваша реплика после очень короткой рекламной паузы мы вернемся к Валерию Хорошковскому. Прямой эфир, первый национальный телеканал «Эра», первый вице-премьер, министр правительства Украины Валерий Хорошковский, который отвечает за евроинтеграцию, курирует вопросы, связанные с экономикой, финансами, координацией также работы между министерствами и ведомствами. У микрофона, Николай Катеринчук, ваша реплика. Вы сейчас ответили на это вопрос, как дипломат. А вы спросили, как дипломат. Нет, я спросил конкретно, чья вы значительность относительно евроинтеграции. Абсолютно верно, что она есть. Она есть, закреплена законодательно, но она не может противоречить теми отношениями, которые в Российской Федерации. Это формула, ну, зрозумевая... А как вы считаете, можно идти на конфликт с Россией? Мы должны идти на конфликт с Россией, потому что они нас там не видят. И вопрос не столько, скажем... А как мы будем обсуждать вопрос больниц, как мы будем обсуждать вопрос бюджетных доходов, которые, на самом деле, влекут именно сложные отношения, прежде всего, с нашими соседями, такими большими торговыми соседями, как Россия? Как мы будем потом все это обсуждать? Как мы будем объяснять людям, что у нас нет на это денег? Я еще раз говорю, вы правы в одном. Нам нужно четко заявить позицию. Я сегодня в интервью об этом сказал абсолютно четко, да? Почему? Потому что именно из-за того, что мы не формулируем позицию, не знают, как к нам относиться. И это основная проблема, да? Мы не понимаем, что пропоновать. Абсолютно. Но при этом не конфликтовать, при этом шукать компромиссы, при этом иметь нормальные, экономические и физические, если хочется, связки. Это обязательно. Давайте так, я очень коротко. Сегодня есть сообщение о том, что Европейский Союз готовы давать деньги на модернизацию нашего ГТС. Россияни пропоновали ее разделить консорциумом все и другие. Есть разница. Президент встречается... Два президента говорят про то, что умовы модернизации... Это, до речи, вимога Европы разделить. Евросоюз тоже пропонует разделить ГТС. Умовы модернизации не такие. Это и другие дела. И все же таки, президент встречается с Путином. Вот у нас какая ситуация? У нас наивища цена на газ. Мы дружим, а дядюшки в рост. И сирная война, там и другие вопросы. Путин говорит про то, что у нас больше всего гробов обеих, у нас там 40 миллиардов было, сейчас 50 миллиардов. Я думаю, что лучше иметь союзников все же таки в середине Украины народ Украины и иметь европейских партнеров. Потому что и Россия, и мы боремся за европейские рынки сбуду. Только не противставляйте одно и одно. В ни одного. В ни одного разе. Все и инше працюет. Если будет у нас дипломатия, мы даже можем союзниками взяти Российскую Федерацию в нашу интеграцию. Но я что-то сомневаюсь в том. Но вы же говорите, что конфликт неизбежен. А его надо избежать. Я думаю, что президенту нужно сказать, что нам нужно двигаться в Европейский Союз, нужно выпустить политвязников Тимошенко, Луценко. Тогда вопрос ратификации пойдет швидше. И я уверен, что это будет уже... На мой взгляд, я извиняюсь, на мой взгляд, то, до речи, можно отнести к слову пана Сенченко с певною повагой. Чему? Потому что, на мой взгляд, дорога в Евросоюз – это наши внутренние перетворения. И чем швидше мы сделаем наши внутренние перетворения, тем швидше мы будем подходить к стандарту Европейского Союза. Потому что, если мы только имеем внешний фактор, говорим, або даже переконуем, принимаем законы, это как с инвесторами. Ты сколько хочешь, принимай законы, а они используются досвиду попередних инвесторов, а также трьема питаниями – захист права властности на податок на коррупцию, ну и так далее. И в цьому наша проблема, что нам нужно сконцентроваться внутрь страны, подивиться, что нам нужно тут сделать. И это же не нужно для Евросоюза, это нужно для нас. Соня Кошкина. — Вы знаете, насколько мне известно, когда Вы проходили собеседование на Вашу нынешнюю должность, одним из условий, ну или мягче сказать пожеланий, со своей стороны Вы формулировали желание заняться европейской интеграцией в правительстве, в том числе. Вы хорошо выучили английский язык сейчас, я понимаю, что Вам в кайф сейчас этим заниматься, у Вас для этого есть возможности, потому что хороший, грамотный, аккуратный политический лоббизм, да, это очень важно. Это параллельная МИДу работа, которая, повторяю, не менее важна. Однако Петр Порошенко, который сегодня был назначен на должность министра экономики, насколько мне известно, тоже в свое время, общаясь с президентом, ставил условием своего вхождения в правительство закрепление за собой евроинтеграционного вектора. И вот у меня возникает очень простой вопрос. Есть официальное ведомство Министерства иностранных дел и господин Грещенко, есть лоббистские возможности, очень немаленькие, надо сказать, Петра Алексеевича Порошенко, есть ваше желание заниматься евроинтеграционными процессами. И, с одной стороны, хорошо, да, внутренняя конкуренция, вы можете объединить усилия, но, с другой стороны, вы же не очень друг друга любите. Зачем вам объединять усилия? Каждый может из этого делать какие-то свои собственные политические дивиденды. Вопрос о том, как будут развиваться события. Мне интересно, вы с Порошенко и Грищенко объединяете усилия, вы разъединяете. Что вы делаете с европейским направлением? Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Во-первых, два пункта. Соня, я очень рад, что вы так ознакомлены о собеседованиях, потому что, как правило, они проводились один на один, и откуда у вас такая информация? Да, это прекрасно. Это момент номер один. Момент номер два. Я бы хотел, чтобы все правительство, а также все главы администрации, включая районы, занимались вопросами евроинтеграции. По простой причине, потому что это непрерывный процесс на всех уровнях. И то, что у Минэкономики есть свои, достаточно мощные, необходимые полномочия для этого, это прекрасно. И у Министерства иностранных дел, а у Минюста, а у стандартизации, это же все отделы, или условно говоря, департаменты, которые обязаны заниматься европейской интеграцией. Поверьте, что мы не то, что не конкурируем, наших усилий недостаточно. Поэтому в этом смысле мы точно будем работать совместно. Алексей Гарань. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, у пана Путина нет комплекса неповноценностей, потому что он всего-навсего полковник, а вы генерал армии. Вы получили это звание, когда вы начали СБУ. Вот за этот период, когда вы начали СБУ, Украина наблизилась до европейских стандартов, потому что создалось впечатление, что СБУ делает все для того, чтобы дискредитировать имидж Украины, для того, чтобы создать проблемы политических вязаний, для того, чтобы взорвать, зрештою, парафирование и подписание в перспективе угоди с Европейским Союзом. И что боролось ведомство под вашим керевництвом с коррупцией в уряде? Вы шкібойка, вы про них не знали, но справа не началась. То есть можно говорить очень много красивых фраз про европейскую интеграцию, а делать все наоборот. Спасибо за вопрос. Алексей, вы очень много сидите в интернете. Вы идите звезды и посмотрите на жизнь. Потому что, если говорить именно о борьбе с коррупцией, то, может быть, вы сгадаете, что все серьезные коррупционные действия были подняты СБУ за этот период. Но что я вам хочу сказать? Что я завжди свою работу делаю очень хорошо, або пытаюсь сделать очень хорошо. И я еще раз хочу сказать, что в рамках работы в СБУ есть вопросы о контрразведке, есть вопросы о борьбе с коррупцией, есть вопросы о контрразведке в экономической сфере и так далее. Я могу перераховывать кибернетичные злочинности и могу сказать, что иногда это стикается с этими, скажем, интересами или с этими моментами, возможно, оно еще не регулировано. Потому что, на мой взгляд, если мы говорим именно о снижении агрессии правоохранных структур, то нужно сделать это институционно. Не можно каждому майору або сержанту сказать, что не ходи на предприятие. А генералу армії можно сказать? Генералу армії. Я не понимаю, в чем вопрос, потому что, на самом деле, это 32 тысячи человек, если мы говорим только о службе безопасности и 300 тысячи человек в милиции. Я еще раз скажу, если мы хотим, ну, зачипки один одному делать, пожалуйста, если мы хотим решить проблему, давайте глянем ее, суть. Еще раз скажу, эту проблему можно решить только институционно. Что я имею в виду? Треба сняти невластивые функции законодательства. И мы сегодня над этим работаем. А какая страна выиграла от взрыва? Какая страна выиграла от взрыва угоди про ассоциацию с ЕС? Я думаю, что ни одна страна не выиграла. По-перше, взрыва нет, я маю надежду, что его не будет. Но так, потому что на сегодняшний день закинчиваются технические работы по переведению тексту ассоциацийной угоди. И я все-таки маю надежду, что в ближайшее время она будет запарафована. Потом политические справы, связанные с ее ратификацией. Есть вопросы? Будем с ними работать. Андрей Шевченко. Если вы не очень слышите тех людей, которые стоят в студии, я процитую шведского министра закордонных справ Карла Бильта. Он сказал очень просто. Ключ от угоди про ассоциацию между Украиной и ЕС находится в Качаневской колонии. Главная перешкода для интеграции Украины в Евросоюзе, вона очевидна. Это действия Януковича и команды, до которой вы належите. Ваш особистий внесок в этом тоже есть. Я не буду там, как вы говорите, зачипки делать про генерала армии, но давайте пригодим. Криминальные справы против Юлии Тимошенко, часть из них инициирована вами, вашим ведомством, когда вы керували СБУ. Самый за час вашего керувництва СБУ выкликали на профилактические беседы журналистов и блогеров. Выкликали профессоров и академиков. Не впускали в Украину иноземцев. Это тогда, когда вы керували СБУ. Это не вопрос о юрничке, а у особистых пекеров. Это системная проблема. Еще раз хочу сказать. Валерий Иванович, я хочу продолжить, почему это важно в этой студии, и для украинцев важно. Потому что что мы не получаем с угодой про ассоциацию с Европейским Союзом? Если бы у нас была зона вольной торговли, там же абсолютно конкретные вещи. Это означает, что украинец, который закончил украинский ВУЗ, он с часом, его диплом, он бы рассчитывался в Европе. Дальнобойщик, который работает в Чернигове, мог бы по украинской лицензии ездить до Португалии. Текстильщик, который работает в Чернигове, мог бы продавать без мита продукцию свою до Евросоюзу. Вот это, что не получает Украина через эти проблемы, которые создаваются сейчас командой Януковича. И последний, Валерий Ланчик, еще раз готовый поговорить. Еще, например, МВФ. Кроме всего, Соня говорила про стосунки с заходом с Евросоюзом, Международный валютный фонд. Это еще один напрямок вашей работы. Мы сказали, что заради МВФ, заради грошей МВФ, мы подвищиваем коммунальные платежи, подвищиваем цены на газ для населення, подвищиваем пенсийный век. Сейчас мы цены подвищили, пенсийный век подвищиваем, грошей МВФ нет. Я думаю, у нас есть тотальная система, системная проблема в стосунках с заходом. И название этой системной проблемы очевидно. Это действия команды Виктора Януковича, до которой вы сейчас належите. Комплексное вопрос, которое вы подняли. Во-первых, там не совсем все так. Если мы говорим про зону свободной торговли с Евросоюзом, там есть также ограничения. Поверьте мне, что я встречаюсь с большой количеством дипломатов, а когда работал главой спецслужбы, встречался с большой количеством своих партнеров, то есть голливой спецслужб, из разных стран. И помню, на одной такой двусторонней встрече, Краина-член Евросоюза, ее представник спецслужбы, Казал, Валерій, ты маешь зрозуміти, Что в тих ситуациях, в которых работают спецслужбы, Ты всегда будешь винный. И спрямиться нормально. Поэтому это не вопрос личного отношения, Это вопрос повноважения и вопрос того, как ты их выполняешь. Если говорить про ту криминальную справу, которую вы сгадали, Еще раз хочу сказать, ее порушивает не голова органу, ее порушивает слежий. А как ему ее не порушить, если он видит склад злочину? Тогда он злочинец. Мы сегодня мы имеем то законодательство, которое мы имеем. Вы же сами знаете, что, согласно закону, который есть на сегодняшний день, И это признав суды первой и второй инстанции, Есть криминальная справа. Дальше питание политическое. И его надо решить именно в стенах парламенту. Потому что именно политические питания решаются там. Но вы, другим словом, Валерий Иванович, говорите, что ничего не будет изменяться. Я про это не говорю. Еще раз хочу это значить. Я лишь хочу... Так как я это скажу и всем иноземным представникам, Я скажу это и в этой студии. Нам не можно формулировать порядок денный из одного пункта, Если мы хотим двигаться. Нам нужно иметь нашу адженду. Нам нужно иметь наш порядок. И если мы просуиваемся по другим пунктам, И один пункт нас тормозит, То это означает, что, возможно, раньше мы до него и прийдем. А если мы только здесь и говорим, что нет, То тогда, конечно, будут родиться другими настроями. Сергей Бондарчук. У тебя есть евроинтеграция, очень короткая. Я хотел поддерживать вопрос, возможно, вы не знаете, Но я думаю, что должны, потому что занимайтесь евроинтеграцией. 4-го березня министр закордонных справ Швеции, Ликобритании, Польши, Чехии и Немеччине В New York Times сделали такой открытый лист, Где сказали, что вопрос, на самом деле, Заблокована ратификация угоди между ЕС и Украиной. А там сейчас Греченко пишет, скажем, Лист еще один, да, скажем, Зворотний лист там, да. Оце листование как-то даёт привид Розуметь, что будет парафирование, там, техничное, да. А далее начнется, ну, достаточно тяжкая ситуация с выборами, с Тимошенко. С ним треба что-то делать. Если вы постоянно подвешиваете, то нужно отчасти от евроинтеграции, потому что для них ценности, если есть демократия и ценности, это тоже не вопрос. Если нет, то, пожалуйста, и другие союзы. Это ваша справа внутричная. Но я думаю, что в интересах граждан Украины это интеракция с Европейским Союзом. Как вы это прокомментируете? Я только могу повторить то, что я сказал Андрею, относительно того, что на сегодня мы не можем формулировать порядок день из одного вопроса. И вы прекрасно знаете, что, даже если вы решите вопрос Тимошенко, это не означает прямого доступа до Европейского Союза. Ну, если мы рассчитываем именно таким образом, то мы просто помиляемся. Давайте попробуем. Еще раз хочу сказать, что это не решает вопрос, потому что, например, те переговоры, которые веду я по технической помощи сейчас, которые так же заплакованы по всему позиции, то есть действительно проблемы. Например, никто из урядовцев не против дать нашему палату что-то дать право аудованию, вернее, контролю за доходами, а не только за выдатками, как мы имеем на сегодняшний день. Но это вопрос изменения Конституции. Мы все за, но это перепона, которая на сегодняшний день не позволяет нам разблокировать макрофинансовую помощь Европейского Союза. И это вопрос нужно решить. И таких вопросов очень много. И с ними также нужно работать. Сергей Барданчук. Мария Иванович, у вас большой опыт жизненный, бизнеса и государственного управления. Те вопросы, которыми вы занимаетесь, и евроинтеграция в том числе, говорят о том, что пока не будут решены две проблемы в нашей стране, это прозрачное наполнение бюджета и прозрачное распределение бюджета, никакой евроинтеграции не будет. Потому что если вы решите эти две проблемы, евроинтеграция автоматически появится в нашей стране. Когда вы говорите о том, что глава администрации, областной район и так далее должен думать, как евроинтегрироваться, он должен просто выполнять законы. Он должен зарабатывать свою зарплату, которая полагается ему по чиновнищим делам. Не заниматься коррупцией и так далее. Вот если вам это получится, то действительно это большой путь. Но если вы не решите главную проблему, это черную дыру нашей экономики, это НАК нефтегаз Украины, вы никогда не решите ни одну проблему. Да, согласен с вами. У нас на сегодняшний день вместо того, чтобы нефтегаз был главным донором бюджета, он является главным рецепиентом. Приблизительно до 30 миллиардов гривен на сегодняшний день есть дефицит, который мы сокращаем. И у нас есть возможность, как мы видим, сократить его до 12. Но это тоже не прибыль. Поэтому как раз то, что голосовалось в парламенте, именно разделение, причем опять-таки по требованию европейской стороны, я, кстати, удивлен, почему в данном случае оппозиция не голосует. Потому что здесь не вопрос приватизации, здесь не вопрос передачи, здесь вопрос разделения транспорта, продажи и добычи. И это объективная необходимость, это необходимо сделать, для того, чтобы дальше двигаться. Владимир Владимирович, это абсолютное лукавство. Так как НАК «Нафтогаз Украина» это единственная компания в мире, нефтегазовая, которая является убыточной. Но это вообще надо до такого додуматься. 16 лет абсолютной коррупции. Лукавство заключается в том, что вопрос не газотранспортной системы, а действительно приватизации, и не трубы, а укргазовое добывание. Это то, что это интересует людей, которые сидят и облизываются, и ждут, когда этот вопрос будет решен. Если это будет, опять-таки, если вы хотите мою позицию, государство всегда плохой управленец. К сожалению, так или иначе. Вопрос, за сколько продано, и вопрос, как мы контролируем в дальнейшем судьбу этой структуры. Поэтому, с моей точки зрения, даже в этом ничего страшного нет. Но принято решение политическое, мы не продаем. Окей. Но в данном случае управлять-то должны, согласно тем правилам, которые это нас требует. Я с вами согласен, Валерий Ильич. Когда вы решите проблему политическую, что мы перестаем датировать Российскую Федерацию 5 миллиардов в год, потому что за наши деньги, Владимир Владимирович Путин, построит южную трубу. Ну вот если можно без патетики. Почему? Какая патетика? Объясню. Патетика именно в том, что мы финансируем Россию. Извините, есть контракт. Кем подписан, говорить не надо. Пакта сумм-серванда. Договора должны соблюдаться. Знаете такую норму, да? А дальше все просто. Мы пытаемся уже два года этот контракт изменить. Причем мы же не можем изменить его в одностороннем порядке. На сегодня единственный вариант, которым мы защищаемся, это сокращение объема покупки. При переходе на домашние, то есть на внутренние угли, при сокращении объема употребления, хотя и это уже является частичным нарушением правила «бери или плати», но в данном случае это, как говорится, меньшее нарушение. Поэтому еще раз, проблема нефтегаза, она кардинальная. Безусловно. И задача моя, в том числе, как и первого вице-премьера, сделать все для того, чтобы эта кампания была прибыльной. Я с вами соглашусь, когда увижу, что правительство Украины подаст в арбитражный Стокгольский суд на «Газпром» для того, чтобы разорвать эту угоду. Я вам поверю. А подождите, а на какие-то основания? Вопрос не в этом. Вопрос справедливой цены. Это норма. Кто-то заставил Украину подписать? Подождите, вопрос заставил, не заставил, я не обсуждаю. Я знаю одно. Два года назад, два года... Подождите. Кто заставил? Валерий, кто? Ну, сгадайте, как это было. Кто заставил? Перекрыли газ и в Украину, и в Европу, и притиснули фактически до стены премьер-министра. Савик, я прошу прощения, но ответ здесь простой. Прежде чем идти в суд, нужно ожидать, что ты выиграешь. Если первичный юридический анализ тебе об этом не говорит, то, наверное, просто глупо идти и проигрывать. Мы знаем абсолютно точно, как будут обстоять дела. То есть мы анализировали любую ситуацию. Но если вы хотите, условно говоря, лететь в космос, вы должны предусмотреть все возможности, которые у вас есть в случае каких-то аварий. Соответственно, мы проанализировали все пути. Это нормально. Но при этом хочу сказать, что вы абсолютно правы. Договор существует. И мы его исполняем. Да, нам тяжело, да, нам неудобно. Но я хочу сказать, что есть и позитивы. Высокая, даже несправедливая цена стимулирует к энергосбережению. И это мы сегодня видим по нашим предприятиям. Мы же видим объемы закупок, которые мы делаем. Стимулирует к вырабатыванию жесткой позиции. Стимулирует конкуренцию наших товаров при этой-то цене. Поэтому я бы не сказал, что все плохо. Но, конечно, как Украина, как страна, мы должны иметь хотя бы справедливую цену. Справедливую. Мы же четко рассчитали объем, вернее, транспорт, сколько мы платим дополнительных ресурсов с учетом того, что мы находимся ближе по отношению Польши и Германии. Мы четко рассчитали, какая могла бы быть цена, почему она должна быть такой. Эти все расчеты переданы не один раз. Партнеры не соглашаются. Но что делать? Валерий, политическую ответственность перед «Газпромом». Как? Как они будут отставить мои интересы и людей, которые сидят в студии? Я им не верю. Но пока не будут изменены переговорщики, этот результат будет нулевой. Да я бы с удовольствием послал кого угодно, в том числе и вас, если бы я знал, что вы можете изменить условия. Меня посылать никуда не надо. Мы все понимаем прекрасно, что... Понятно. Понятно. Без политических свобод не будет экономических свобод. И не будет евроинтеграции. И то, что сегодня в стране есть политические репрессии, об этом знает мир. О том, что в стране есть экономические репрессии, к сожалению, об этом тоже сегодня уже знает мир. И все наши рейтинги, международные рейтинги, мировые рейтинги, это показывает. И вы правильно сказали. За последние годы законодательство резко двинулось в сторону Европы. И мы приняли большой пакет хороших европейских законов. Буквально перед вами мы рассматривали сюжет, события, которые происходят в Черкасах. Это яркий пример государственно-частного партнерства. Это закон, который мы приняли, закон ППП, который работает во всем мире и показывает колоссальные возможности для страны привлекать инвестиции. Как вы считаете, такие случаи, которые показывают сегодня, что не только до своих людей нет дела власти, но и нет никакого дела до своего имиджа, какая должна быть реакция со стороны государства на каждый конкретный беспредел, который сегодня творится в стране. Наташа, все просто. Освобождать нужно людей, которые не слышат свой народ, своего избирателя. Это все просто. То есть вы будете отстаивать отставку губернатора? Я считаю, что самое главное, во-первых, нужно разобраться, нельзя огульно ничего делать, нужно просто понять. Но еще раз, к сожалению, все проблемы, которые мы бы сегодня не перечисляли, они не рождены сегодня. В массе своей они рождены давно. Самое сложное, переделать людскую голову. И потому я рад приходу правительства новых молодых управленцев, потому что они живут и чувствуют по-другому. Я хочу сказать, что, безусловно, оно все, как правило, решается на низком уровне, на среднем, там, где обычное человеческое слово может снять проблематику выхода людей на улицу. Но этого не случилось в данном конкретном случае. Разберемся. Я слышал за кулис о том, что лидер фракции региона взялся эту проблему для себя разобраться и предложить нам решение. Пожалуйста, Юрий Соловей. Вы знаете, я хочу вернуться к теме дискуссии, все же таки, куда идти в Украине? В Европейский Союз, в Таможене и так далее. Я думаю, что, если вы спросите... Но это уже не тема программы. Я просто хочу зауважить, почему в этой владе никогда не выйдет Европейский Союз. Знаете, причина очень проста. Потому что этот комплекс меньшовартостей перед Россией, когда вы скажете, мы вроде хотим в Европейский Союз, но что скажет наш старший брат, вам никогда не позволит это сделать. Это первое. Другое. Проблема Украины это отсутствие сильного национального лидера. Если мы возьмем простой элементарный приклад Грузии, Грузия, которая зависела в экономике на 70-80% от рынков России, которая вошла в конфликт, не побоялись, потому что там есть сильный лидер. И сегодня эта страна лидер по развитию в целом мире. Поэтому только если мы сами понимаем что мы должны принимать решение, не смотря на нашего старшего, так называемого, в лапках брата Россию, а принимать сильные правильные решения. Юрий, чем меньше страна, тем легче найти общинационального лидера. Грузия стала меньше. Я взагалі хочу сказать, что... Ставя, если мы будем шукать причины, я еще 10 причин могу назвать, по которых можно это не сделать. Но если мы будем мать волю, и мы будем мать реально сильного национального лидера, национального, я повторю, тогда все в этой стране возможно. Поверьте мне, если вы имеете цель, идете до нее, и не смотритесь, кто с боку вам мешает, или не мешает, то вы идете до цели. И я знову вертаюсь. И Грузия, это яскравый приклад. Грузия яскравый приклад, безумовно, но я хочу сказать, что тяжело спілкуваться с лозунгами. Почу, там, набор лозунгов, аплодую, готовый поддерживать. Далее что? У нас немає комплексу меньшого вартости, я могу это это, ну, сведомо заявить. Немае. И немае жодних проблем. Я вам могу сказать, ту кількість сложных ситуаций, из которых мы выходили, саме потому, что мы выстояли национальный интерес. И тому, эти звинувачения, они взяты из никуда. Я хочу сказать, что прямо наоборот, вот вы возьмите, я так понимаю, вы представляете Захидную Украину, Ивано-Франківськ, насколько я понимаю. Сколько наших коллег из Ивано-Франківська працюють в российском Газпроме? Вы знаете, я вам скажу, что не сколько ваших коллег, а миллионы, миллионы украинцев працюють не заработчанами не в Росії, а в Италии, в Португалії. В тому числе. И тому, ци люди очень хорошо видят стандарты Европейского Союза. Заработную плату, сперс. Другое, что поднимают наши коллеги, справедливые правосудия. Вы знаете, людина погодится с всеми в жизни. С тем, что она имеет нижнюю заработную плату, и другие вещи. Она никогда не погодится с одним. Да, согласен с вами. Еще раз скажу, навещу лозун, и что делать? Это не лозун, потому что вы двойные стандарты в дискуссии застосовывают. Европейский Союз начинается с праведливости. Понимаете? Вы порушаете эту праведливость. Вы это кто? Вы начальник службы безопасности. В чем я порушу справедливость? Потому что порушаете криминальную справу явно заанажированную, явно политическую. Вы юрист? Я юрист, в том числе. Почекайте, в том числе у вас юридичная освета? Я магистр государственного управления. Селектив частности. Послушайте уважно. Термин Европейского Союза, який застосував його до того, что происходит в Украине. Это уже ближе до того, что вы реально, как вы назвали, близко до оценки, которую надает Европейский Союз. Я только против одного. Проти таких голословных звинувачений. Я за дискуссию. Так? И хочу сказать, чтобы вы снова таки зрозумели, например, та кількість слідчих, которая на сегодняшний день существует, например, службы безопасности, не имеют на увазе, где. Они имеют такую кількість криминальных справ, что селектить джастис можно назвать про что за угодно. Потому что, на жаль, с коррупцией, законодавчо, ни одна правоохоронная структура не может раскрыти все криминальные справы. Потому что, когда коррупция становится нормой жизни, то тогда это уже трошки другая ситуация. А скажите, пожалуйста, подождите, подождите, я без этих голословных обвинений. Вот вердикт по спикеру Крыма, бывшему, который обвинялся примерно в тех же самых нарушениях закона, как и Юрий Луценко, одинаковые обвинения и совсем другой вердикт. Это селектив джастис. Это проблема, которую нам придется решать. Почему? Потому что то, что сегодня происходит в судебной системе, это трагедия. Подождите, так это началось в последние два года. Это неправда, Соня. Ну подождите, когда было принято последний раз, когда редактировалось законодательство относительно судебной системы, когда высший совет юстиции стал органом, у которого полномочия просто превышают, я не знаю. Я хочу напомнить, как правительство предыдущего премьер-министра приняло решение о неисполнении решений судов. Вы знаете, я не оправдываю предыдущее правительство. реагировал на последние два года. Но если они подавали плохой пример, зачем же вы его повторяете? Ну сделайте же что-то лучше. Если вы взялись за судебную или послушайте, судей сегодня совершенно закошмарены. И для того, чтобы высший совет юстиции перестал их кошмарить, эти люди не боялись принимать правосудные решения. Действительно, достаточно в парламенте всего 226 голосов и отсутствие президентского вета. Это же так несложно. Что вам мешает? Я имею в виду всю команду, я не понимаю. Объясню. Мешает очень много причин. Прежде всего, коррупция, которая существует и уже на уровне правила жизни. То есть, идут в суд и принимают решения. На сегодняшний день это так, к сожалению. И я когда-то сказал фразу, правда она не относится кстати к этому времени, я ее сказал еще к тому времени. Что не было судов, было там огромное количество частных предпринимателей. И это трагедия. Но в этом смысле хочу сказать, что мы можем решить законодательно определенную часть этой проблемы. Но точно не всю. Мы не можем привести судей с Англии. Хотя очень бы хотелось, наверное. Мы бы, наверное, так бы решили проблематику гораздо быстрее. Они подали бы нам хороший пример. Очень коротко. Я хочу напомнить. Валерий Иванович, вы знаете, сколько в 2002 году в парламент зашло мажоритарщиков, которые подтвердили свою победу в судах через месяц, через два, через три, через четыре, после того, как закончилась кампания. Мне интересно посмотреть, сколько в этом году мажоритарщиков сможет подтвердить свою победу в судах. Это тоже очень серьезные показатели. Повторите. Я повторю вопрос. Потому что я согласен с Валерием Ивановичем в том смысле, что, к сожалению, сейчас суды зависят от власти. Абсолютно. И давление власти на суды есть. Но два-три года назад суды зависели от больших денег. И вот эта ситуация, что выигрывали мажоритарщики суды, потому что платили. И это тоже Selective Justice? Да, да. Только другая мотивация. Сейчас мы продолжим с Валерием Хорошковским. еще одна короткая рекламная пауза. Спасибо. Спасибо.